Всем привет! Я Владимир Яковлев. Сегодня я отвечу на те вопросы, которые задают люди, не знакомые с виндсерфингом. Смотря какой результат вы хотите получить. Базовые навыки вы освоите за два часа и будете неспешно передвигаться по воде. Набирать скорость и выходить на глиссирование можно научиться за месяц. А делать резкий поворот и прыжки можно учиться от года и выше. Заниматься могут люди любой комплекции и формы. Даже плавать не нужно, на это есть паш-жилет. Но наличие хорошей физической формы улучшит ваш прогресс. Экипировка конечно пригодится. Если это жаркая солнечная погода, то лучше надеть солнцезащитную майку. Называется лайкро. Если погода прохладная, то гидрокостюм поможет вам согреться. Хороший теплый гидрокостюм так греет, что вы можете кататься практически при нуле градусов. Специальная гидрообувь тоже не помешает, если дно каменное или с ракушками. Виндсерфинг это не велосипед, как некоторые считают. И самостоятельно научиться кататься, посмотрев видеоролик или прочитав книжку, практически нереально. Лучше ехать на море в специализированную школу, где вы можете взять в прокат хорошее современное оборудование и получить пару уроков от профессионалов своего дела. Смотря на сколько далеко вы хотите зайти, виндсерфинг можно сравнить с велосипедом. Вы можете спокойно катиться на велосипеде в прогулочном ритме в парке и при этом вам будет абсолютно не страшно, не сложно. Но также вы можете на велосипеде скатиться с горы, подпрыгивая, делая сальто. И тут, естественно, каждый выберет свое. Либо спокойный режим, спокойное катание, либо экстремальное. Поэтому виндсерфинг все-таки относится к экстремальному катанию, экстремальному спорту. Ощущение скорости на виндсерфинге не такое, как на автомобиле. Ощущение раза в два-три сильнее. И когда вы уверенно глиссируете, то ваша скорость около 40 км в час. Если вы профессионал, то вы ходите около 60 км в час. А рекорд скорости поставил Антуан Альбио в 2015 году, развив 100 км в час. При этом ветер был всего 72 км. На серфинге вы проводите около 99% времени в воде и всего 1% времени на доске. А в виндсерфинге как раз наоборот. Вы практически все время стоите на доске и движетесь. Для серфинга вам нужна волна для того, чтобы кататься. А в условиях России где-то найти волну крайне сложно. А на виндсерфинге вы можете покататься в любом водоеме. Поэтому и получить удовольствие гораздо проще. Поэтому и виндсерфинг гораздо оптимальнее и лучше для катания в российских условиях. Начинать заниматься можно с 5 лет. Если есть специальное детское оборудование небольшого размера. А максимальный возраст без ограничений. Все зависит от вашего желания. По опыту скажу, что есть люди, которые катаются и в 80 и в 90 лет. Поэтому хотите катайтесь столько, сколько вам потребуется или захочется. Лыжи ничего общего не имеют с виндсерфингом. Но если вы занимаетесь горными лыжами, то у вас скорее всего хорошая физическая форма и координация. А это конечно поможет в освоении виндсерфинга. Горные лыжи, футбол, рафтинг. По рейтингу это все гораздо травмоопаснее виндсерфинга. Вы не поверите, но даже гольф стоит выше в рейтинге, чем виндсерфинг. Поэтому вам нечего бояться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова